описание представленных томограмм пациентки 1974 года рождения от 16 октября 2017 года область исследования брюшная полость забрюшинное пространство представлен только венозная фаза сканирования нативная артериальная и отстроченная фазы отсутствуют при анализе результатов используем построение в аксиальной сагитальной и фронтальной плоскостях в легких на уровне сканирования очаговые инфильтративные изменения не выявлены желудок обычных размеров правильно расположен стенка его диффузного толщина до 120-12 миллиметров печень не увеличена контуры четкие ровные желчные протоки не расширены желчный пузырь обычных размеров правильной формы рентген контрастные конкременты не определяются селезенка не увеличена с четкими ровными контурами без rg контрастных очагов поджелудочная железа обычных размеров четкими контурами паренхима однородно версунков проток не расширен пара панкреатическая клетчатка не изменена надпочечники не увеличены обычной структуры почки не увеличены паренхима однородно чаще на лоханочная система не расширена сосудистые ножки почек пара нефральная клетчатка структурный рентген контрастные конкременты не определяются мочеточники в зоне сканирования не расширены патологические включения в них не выявлены определяются многочисленные мезотериальные лимфоузлы размером до 5 на 4 миллиметра свободная жидкость брюшной полости не выявлено поясничный отдел позвоночника умеренно выражены дегенеративно дистрофические изменения явление субхондрального склероза замыкательных пластинок тел позвонков снижение высоты межпозвоночных дисков в каудальном направлении тенденции к формированию клевовидных разрастаний обращает на себя внимание выраженная узурация смежных замыкательных пластинок тел позвонков l5 s1 явление склероза верхней половины тела s1 проекция правого яичника определяется отграниченное скопление жидкости размером 35 на 7 миллиметров маточной трубам матка размером 44 на 43 на 61 миллиметр шаровидной формы венозную фазу очаги патологические бускулизации не выявлены паранхематозные органы накапливают контраст без особенностей заключение кт-картина минимальные мезотериальные лимфоденопатии правосторонние гидро сальпинкс умеренно выраженные дегенеративно-дистрофические изменения поясничного отдела позвоночника явление спондилита l5 s1 рекомендованная мрт малого таза и поясничного отдела позвоночника врач-рентгенолог кандидат медицинских наук м.а. котов заведующий центром кт и мрт клиники медиус ассистент кафедры лучевой диагностики с сгму имени мечникова комментарии врача-рентгенолога а добрый день исследование у вас представлена в неполном объеме только по первой фазе сканирования далеко не все можно сказать есть два момента есть некоторое увеличение мезонтериальных лимфоузлов то есть лимфоузлов кишечника что является косвенным признаком воспалительного процесса в кишечнике есть признаки воспаления в позвонках l5 s1 это может давать тяночную боль в пояснице животе это хорошо и более точно видно на мрт по поводу малого таза на кт вообще сложно оценивать по поводу эндометриоза его также совершенно точно видно на мрт она же прояснит ситуацию состоянием яичников от пациент здравствуйте мне не могут 20 лет поставить диагноз беспокоит боль в право поддошной области на протяжении многих лет лечили антибиотиками против аэноэробных бактерий хотя возбудитель не определен все во всех органов было нормально кроме мелких кисть до одного сантиметра в правом яичнике которые всегда были на момент боли и потом пропадали что однако большинство врачей считал тоже нормой во время ремиссии никаких кист не было боль возобновлялась через несколько месяцев лет последние несколько лет характер боли немного изменился сейчас скорее всего нет инфекции так как более непостоянны периодически присоединились боли внизу живота вздутия иногда во время самых сильных болей жидкий стул 2017 году попал в больницу в испании опять боль в том же месте два месяца температура 39 градусов маркер воспаление выше норма с на реактивный протеин сидеремии ферритин где поставили диагноз абсцесс плюс сальпингит она занят сальпингит сняли потому что как сказали скорее всего его перепутали с педикулярной миомой на кафе где был абсцесс неизвестно диагноза объясняющую картину нет до сих пор боли сохранились анализы в норме позже поставили диагноз аденомиоз но его гормональное лечение принесло результата и кроме того его поставили недавно а боли намного дольше мучают то есть он не объясняет все предполагается что боль связана с гинекологическими проблемами и или спайками или болезнь хрона калип альпатрактин колоноскопии анализы крови не подтверждают болезни кишечника хотя на сто процентов и не могут их исключать ниже прилагаем гинекологическое узи описание как и брюшной полости на момент прохождения больницы в испании во время абсцесса с д этого же кота и высылаю колоноскопию привод с испанского более поздно узи из рб отдельным файлом в архиве помогите врачи из четырех стран 20 от боли и даже нет диагноза 16 10 2017 года больница испания узи матка в среднем положении антервисия миометрия гетерогенная изомиома интерамуральная 15 миллиметров яичник правое образование паровая реальная генна эхогенности что может быть сопоставима с абсцессом трубы 30 миллиметров нет свободной жидкости к тем нет признаков повреждения плеера печени пузырь норме панкреасы на почечнике в норме почки в норме не видно ничего особенного в задней части перед у него или подвздошных костей мягкие к части ткен стенки живота и таза в норме трубчатое изображение 40-50 миллиметров на конце области правого яичника простирается передней и корниальной плоскости с низкой плотностью и сопоставимы с ранним правым тубулярным колоноскопия 7 мая 2019 года аноскопии геморроиды второй степени без осложнений ампулы ректальные мукоза в норме клапаны сохранены прямая кишка мукоза в норме нижняя часть слепой кишки в норме аппендикс норме клапан между слепой кишкой и тонкой в норме и 10 сантиметров и лиоскопию на расстоянии 15 сантиметров псевдоглобулярный отпечаток на стенке пара от стенка мукоза псевдоглобуляр по-видимому внешнего происхождения